5 секретов для иностранных инвесторов для получения высокого и надежного дохода от швейцарской недвижимости. Я вам расскажу, на что обратить внимание, если вы хотите успешно инвестировать в недвижимость Швейцарии. Что нужно знать, прежде чем купить здесь недвижимость? С чем вам предстоит столкнуться, как иностранному инвестору, в ходе поиска доходных объектов в Швейцарии? На что стоит обратить внимание для безопасного инвестирования и избежания дорогостоящих авантюр? Здравствуйте, я Энцо Капутто из SwissBankingLawyers.com. Если вы хотите инвестировать успешно и целеустремленно, никогда не обращайте внимания на публично рекламируемую недвижимость. С недвижимостью, которая уже есть на рынке, вы только потеряете время и деньги. Если недвижимость предлагается через интернет, вы никогда не будете уверены в том, с кем имеете дело. Вы даже не знаете, есть ли у этого человека права на нее или нет. Может быть, какое-то третье лицо уже имеет право собственности на эту недвижимость. Может быть, владелец совсем не хочет продавать недвижимость. Многие не хотят продавать. Они просто хотят узнать цену своей недвижимости. Часто дорогостоящие объекты используются с целью привлечения финансово сильных инвесторов, чтобы затем завлечь их в другие инвестиции. Профессионалы называют это «фишн экспедишнс». Как правило, у продавца должно быть заключение признанного эксперта, например, «Вьюэст энд партнер», выданное не позже года назад. Мы знаем всех признанных и независимых экспертов, на которых можно положиться. Выбрав неправильного эксперта, вы рискуете сделать большие неправильные инвестиции. За свой тридцатилетний опыт мне приходилось наблюдать многие случаи, когда хорошая недвижимость попросту сгорела на открытом рынке. Это именно та недвижимость, которая много лет предлагается через интернет и никогда не находит своего покупателя. Для того, чтобы вы не потеряли ни время, ни репутацию, всегда запрашивайте документ на эксклюзивное право продажи недвижимости в письменном виде. А теперь мой первый важный совет. Сосредоточьтесь исключительно на вне рыночных объектах недвижимости. Такая недвижимость никогда не предлагается на открытом рынке, только с рук. Поэтому обращайтесь исключительно к специализированным юридическим фирмам, как мы, к частным банкам и семейным офисам. Благодаря нам вы получаете уникальную возможность доступа к эксклюзивным клубным сделкам. Как правило, клубные сделки предлагаются частными банками только для избранных высокообеспеченных физических лиц. Второй совет. Если вы, как иностранный инвестор, хотите получить доходность выше среднего уровня, вам стоит сосредоточиться на коммерческой недвижимости, такой как промышленная, гостиничная, логистика и розничная торговля. Из-за ограничений в законе, известном как закон Коллера Фридриха, иностранные инвесторы не могут владеть жилой недвижимостью, не являясь резидентами Швейцарии. К сожалению, все еще существуют юридические фирмы, которые предлагают вложенные структуры компаний для того, чтобы скрыть истинного иностранного владельца. Этот способ обхода закона Коллера Фридриха сегодня уже не работает. В худшем случае вам грозит наказание в виде тюремного заключения. Третий совет. Жилая недвижимость, например, в кантоне Цюрих, вряд ли даст доход более 4%. Поэтому нет ничего страшного в том, что вы, как иностранец, не проживающий в Швейцарии, не можете инвестировать в жилую недвижимость. Наша коммерческая недвижимость в таких секторах, как промышленный, гостиничный, логистика и розничная торговля, неизменно находится вне рынка, а также обеспечивает стабильно высокую доходность от 5 до 7%. С минимальным риском. Что означает минимальный риск? Все объекты коммерческой недвижимости, как правило, имеют долгосрочные договоры аренды с несколькими международными компаниями с хорошей платежеспособностью. В жилой недвижимости накладные расходы гораздо выше. Текучесть арендаторов жилой недвижимости по сравнению с коммерческой достаточно высока. Кроме того, платежеспособность международных компаний стабильнее, чем частного домохозяйства. Мы работаем только с коммерческой недвижимостью, чьи арендаторы отличаются высокой платежеспособностью и пользуются хорошей репутацией. Какие другие инвестиции могут сегодня безопасно обеспечить вам столь превосходную доходность? Я таких не знаю. Ни в одном банке вы не получите от 5 до 7% при таком низком уровне риска. Четвертый совет. При покупке обратите особое внимание на график аренды. График аренды предоставляет информацию о сроках аренды и о личности арендатора. Только долгосрочная аренда с возможностью продления является привлекательной. В идеале это договоры сроком на 5, 6 или 7 лет, которые предлагают возможность продления еще на 5 лет. Пятый совет. Швейцарские банки дают щедрые ипотечные кредиты на покупку хорошей швейцарской недвижимости, которые могут покрыть до 80% ее стоимости. Кроме того, процентные ставки по ипотечным кредитам в швейцарских франках сейчас составляют менее 1%. Благодаря отличным отношениям с банками и страховыми компаниями мы можем получить для вас финансирование ипотеки по процентной ставке, например, 1% на срок до 10 лет. В сотрудничестве с нашими банками-партнерами и страховыми компаниями мы предлагаем альтернативные модели финансирования, о которых типичный агент по недвижимости может только мечтать. Такие как мезонинное финансирование, которое может усилить эффект рычага и тем самым повысить доходность. Мезонинное финансирование восполняет пробел между собственным и привлеченным капиталом. Если вы иностранный инвестор и хотите получать высокий доход от недвижимости в Швейцарии, если вам нужен доступ к эксклюзивным клубным сделкам для приобретения объекта недвижимости, о котором другие инвесторы только мечтают, берите мобильный телефон и набирайте номер. Плюс 41 44 212 4404. По телефону вы обсудите лично со мной, как достичь максимальной эффективности с максимальной доходностью от будущего объекта вашей мечты. Воспользуйтесь моим 30-летним опытом и сетью отношений с банками-партнерами, чтобы договориться об альтернативной модели финансирования, благодаря чему вы, как иностранец, смело и успешно сможете инвестировать и получать высокий доход. Будьте богатыми и оставайтесь богатыми. Желаю вам хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok